Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Закрываем мы с вами еще одну пятидневку, плавно заканчиваем февральский месяц, входим на следующей неделе, правда, в март и напоминаю то, что у нас на март уже в качестве заготовок есть два важных события, серьезных инфоповода. Это заседание американского регулятора ФРС, возможные спекуляции на тему повышения процентной ставки и еще вероятное инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора. Это та тема, которая интересна для тех трейдеров, которые торгуют фунтом. И, разумеется, если дело дойдет до ее инициирования, мы получим более ясную картину процедуры выхода Англии из состава ЕС, посмотрим, как, собственно, быть дальше и что делать с британцем против основных его конкурентов. Прежде чем это произойдет, у нас есть еще несколько отчетов впереди, в том числе и английского происхождения. Мы их обязательно с вами отторгуем. Я надеюсь, что фунт не просто так вчера показал довольно интересную повышательную динамику. Вы видели то, что пара фунт-доллар прибавил около фигуры. И текущие котировки 1.2549 это все равно маловато, это не наши цели, поскольку мы рассчитывали на более интересное восходящее ралли. И я надеюсь, что потенциал этого ралли еще не исчерпан. И мы сможем подобраться с вами к сопротивлению 1.27. Но обо всем по порядку. Я хочу напомнить вам то, что в понедельник мы с вами, как и всегда, увидимся дважды. Это на брифинге утреннем и, соответственно, в ходе вебинара «Правильный понедельник», который состоится в 16.30 по московскому времени. Не забывайте также, что сегодня у вас есть возможность воспользоваться уникальным бонусом в честь 23 февраля. 23% бонус на пополнение. Прекрасная возможность, чтобы увеличить покупательскую способность в ваших депо. И вчера я, читая комментарии, собственно, на канале на YouTube, хочу отметить то, что правильно меня поправили. Я поздравил мужскую, скажем, часть трейдерского сообщества. Я абсолютно согласен то, что 23 февраля – это действительно праздник, который не сопоставим, к примеру, с 8 марта, который является исключительно женским днем. И День защитника Отечества – это День защитников Отечества, которыми могут быть как мужчины, так и женщины. И согласен также с тем, что не каждый мужчина может быть защитником Отечества. Поэтому немножечко задним числом я хочу еще раз вернуться к этому празднику и поздравить уже всех, кто имеет, собственно, отношение к такому понятию, как защита Родины. Надеюсь, мои поправки сейчас приняты и никаких, собственно, нареканий больше нет. Про бонус не забывайте. Он актуален в течение сегодняшней торговой сессии, собственно, вплоть до закрытия торгов. Ну а теперь давайте к нашему привычному набору инструментов. Начнем с нефти. Бренд закрыл прошлую торговую сессию на крыльке 56,71. Сейчас торгуется на уровне 56,79. Да, мы видим то, что нефть находится на практически многомесячных хаях. Может быть, даже имеет больше потенциала для того, чтобы пробить ближайшую планку с определением 57 и уйти выше. Это с точки зрения техники. С точки зрения фундамента мы крайне внимательны к тому, что происходит на рынке. Стараемся анализировать весь тотальный фон, всю картину. И что у нас интересного сейчас? Вчера вышел отчет по запасам нефти. Это традиционный еженедельный рис. Мы на него обращаем очень много внимания. Ну, пожалуй, потому что для рынка нефти более стоящей статистики нет. Вслед за отчетом АПИ здесь также хочу сделать ремарку. Прошу прощения. Лично, скажем, тот экономический календарь, на который я ориентируюсь, ввел меня в заблуждение. Я уже написал техническую поддержку. То, что вчера я отметил, запасы по АПИ от Американского института нефти выросли на символичную цифру. Там меньше 1 миллиона баррелей. На самом деле запасы снизились. А вот что касается официальных данных, они как раз у нас подросли на 0,56 миллиона против прошлого показателя 9,52 миллиона. Почему рынок нефти увидел в этом отчете поддержку? Почему трейдеры стали покупать нефть после релиза? Ведь запасы выросли. На самом деле прогноз экспертов был на более, скажем, негативном для перспектив медвежьих уровней. Это 3,4 миллиона баррелей. То, что мы увидели цифру гораздо меньше. То есть практически в 6 раз меньше прогноза 0,56. Это было воспринято. Трейдерами как постепенный, скажем, отчет, который является переходным. Перед тем, как индикатор общих запасов нефти уйдет на отрицательную территорию и снова будет поддерживать нефть. В общем, это позитивный сигнал, который таким же логичным образом привел к укреплению нефти. Но я не думаю, что этот отчет сейчас стоит использовать в качестве серьезного ускорителя для нефти. Традиционно у нас, помимо тех факторов, которые воспринимаются поддержкой для нефти, на другой, скажем, чаши весов, где мы собираем вот из недели в неделю, из месяца в месяц, те основания, которые являются, опять же, возможными предпосылками для снижения, которое также очень долго ожидается. Это комментарий министра нефти Ирана о том, что цены выше 55 долларов за баррель отнюдь не в интересах ближневосточного картеля. И еще один медвежий, на мой взгляд, и я думаю, вы согласитесь, сигнал для рынка нефти, это статистика по объемам добычи нефти в США. Традиционно этот релиз выходит параллельно с запасами. Так вот, судя по тому количеству нефти, которое было добыто на прошлой неделе, мы можем говорить о том, что общий показатель добычи достиг уже ровно 9 миллионов баррелей в сутки. С 8,97, соответственно, сотых миллионов, которые мы наблюдали недели, двумя неделями ранее. И мы добрались до планки в 9 миллионов впервые с апреля, по-моему, прошлого года. И вот оно, как раз то самое подтверждение, что рост числа нефтяных, буровых, сланцевых производства оказывает влияние на общие объемы добычи. На сланцевую производство уже приходится больше от 4,75 миллиона баррелей в день. И поскольку эта тенденция по увеличению числа платформ продолжает расти, у нас, кстати, сегодня свежий отчет в 21.00 по московскому времени Бекер Хьюз, я думаю, что мы получим еще один релиз роста числа терминалов и, может быть, даже перевалим за показатель в 6 сотен. Об этом мы поговорим уже в понедельник, но я готовлю вас к тому, что это, скорее всего, с большим потенциалом статистика, которая может оказать влияние на нефть. Что касается в целом картины, мы прекрасно понимаем, что сейчас рынок нефти – это противостояние двух трейдерских сообществ, коллективов, да как угодно, можно сказать. Одни – это оптимисты, другие – пессимисты. Оптимисты, соответственно, верят в то, что сделка ОПЕК и вот этот глобальный аналитический пакт способствуют разрешению проблемы с перенасыщением. Что касается пессимистов, то они не отрицают позитивный вклад этого соглашения. Это вообще-то многолетний прецедент. Давно мы не видели таких солидарных действий. Но, с другой стороны, делают большую ставку на то, что есть регионы, такие как США, которые продолжают увеличивать добычу. И рост добычи компенсирует все то снижение, которое мы наблюдаем со стороны ОПЕК. То есть, США нейтрализует эффективность этой сделки, сводя, в принципе, достижения и прогресса к нулю. Вам нужно определиться, уважаемые друзья, какой категории трейдеров вы принадлежите. Кому вы склоняетесь больше, я уважаю позицию как первых, как и вторых. Больше ставку делаю на вторых. Но, что касается первых, понимаю то, что бренд все-таки при наличии всех этих фундаментальных предпосылок никак не хочет снижаться. И сейчас, по мере тестирования многомесячных максимумов, у нас момент истины. На такой, как раз вот этот серьезный временной период. И фактически котировки, которые мы видим, когда должно пойти дальнейшее ралли. Но вот какое оно, восходящее, то есть бычье или медвежье будет. Это вопрос, который мы уже будем продолжим разбирать. И уже по тренду будем констатировать факты. Я надеюсь, что все-таки нефть снизится. Рубль у нас 57.77, сейчас в виде котировки 58. Хорошо, что давление на рубль сохраняется. Я надеюсь, что при возобновлении снижения нефти уже будет тотальный фонд для того, чтобы рубль протащить еще ниже и вернуть его в район 60. Сегодня, кстати, из отчетов стоит обратить внимание на данные по ОВП России в 16.00. Выйдут они по московскому времени. Прошлый лист в годовом показателе минус 1%. Подтвержденная рецессия. И, наверное, главный индикатор состояния экономики указывает на очень нехорошее состояние этой экономики. И, соответственно, если сегодня у нас фактическая цифра и отчет будет в сопоставимом таком негативном проявлении, то мы лишь вернемся в понедельник к идее о том, что помимо роста доллара, потенциала слабости нефти, нужно еще и делать больший и значительный акцент на исключительную слабости макроэкономического характера России. Это все создает условия для покупки пары доллар-рубль, то есть продажи рубля против основных конкурентов. Ждем, соответственно, 60. Дальше идем. Евро против доллара. Сейчас котировки 1.0583. Европейская валюта в последние дни пользуется локальным спросом, но все равно не очень далеко от поддержки 1.05. Я хочу обратить ваше внимание на вчерашний релиз по индексу настроения немецких. Потребитель очень важен. Статистика, в частности, этот индекс снизился до 10. Со 10,2 прогноза был на отметке 10,1. Исследовательская группа GFK проводит обзор потребительских настроений детально и объективно оценивая общую ситуацию в мировой экономике. И почему я сейчас хочу сделать акцент на этот релиз обычным делом? Дело в том, что эта статистика позволяет нам сейчас оценить, опять же, настроение потребителей в контексте тех изменений, которые произошли в мировой экономике после избрания Трампа. Действительно, новое президентство, новый президент, новая президентская администрация, неопределенность касательно дальнейших реформ, план, рост инвентиляции в виразоне, это то, что оказывает негативное влияние на этот показатель. Или почему трейдеры, почему потребители паникуют? Они боятся непредсказуемости Трампа. И эта паника еще поддерживается идеей того, что потребители, рядовые работники явно переживают за перспективы трудоустройства в контексте тех протационистских лозунгов, которые мы регулярно слышим со стороны администрации Трампа. И это очень характерно, скажем, для тех секторов, которые, конечно же, работают на экспорт, потому что, если дело дойдет до каких-либо рестрикций, прежде всего, эти сектора будут под основным ударом. И я уверен, что эта картина будет неизменно, то есть мы ждем ухудшения макроэкономических показателей, да хотя про позитив статистические по еврозоне мы говорим очень редко. Стараемся отслеживать тенденции, они указывают на то, что все по-прежнему очень плохо. Может быть, локальную поддержку евро вчера оказали комментарии главного экономиста Европейского центрального банка Питера Проэта, который отметил снижение волатильности на рынке и где-то увидел улучшение макроэкономических картин. Я не имею возможности, конечно же, обсудить эту тему с ним лично, но я этого улучшения, собственно, не вижу. И, как и ранее, точнее сейчас даже с еще большим упорством, продолжаю делать ставку на политические риски, которые усиливаются по мере приближения выборов во Франции. Делаю ставку на низкие значения базового индекса потребительских цен, в чем мы еще раз убедились по итогам вчерашних релизов. И продолжаю говорить о том, что ЕЦБ, точнее даже продолжаю повторять, что было сказано от Европейского центрального банка, главный регулятор еврозоны не рассматривает никакой возможности, даже не обсуждал выхода из-за текущих экономических стимулов. Поэтому политика сверхмягкого экономического подхода и стимулирования будет продолжена и дальше. Евро продаем, друзья, и жрем поддержки сначала 1.05 и закрепления ниже. Доллар японская иена. Здесь из-за интересного, можно сказать, вчерашний комментарий от Министерства финансов США о том, что сейчас на повестке обсуждения находится план налоговых реформ. Вот что нам сейчас как воздух нужно. И вы помните, исходя из того анализа, который я провожу по твитам Трампа, следует то, что какие-то конкретные суждения по этому вопросу, какой-то конкретный план, может быть, ну, либо дополнительные комментарии, могут быть озвучены самим Трампом во время его выступления в Конгрессе. Оно, как вы помните, состоится 28 февраля. Ну, немножко осталось подождать. Да, мы снова можем попасть в просаг чрезмерных ожиданий. Но согласитесь, что лучше, когда есть на что ориентироваться и есть что предвкушать в плане той самой поддержки для доллара, которая должна быть реализована. Вот как раз на вот эти самые реформы, на оптимистичную речь Трампа, на конкретику по реформированию системы корпоративного и налогообложения физических лиц, я по-прежнему рассматриваю именно покупку американца против иены как одну из наиболее перспективных и прибыльных инвестиционных идей. Вчера также и статистики заявки на пособие по безработице 244 тысячи. По-прежнему у нас лучший показатель тренд по этому индикатору с 1973 года. Уже мы давно перевалили за рубеж в 100 недель подряд, когда индикатор держится ниже 300, соответственно, 1000. Локарт вчера выступал, отметив, что по-прежнему видит все условия для того, чтобы и дальше повышать процентные ставки. В общем, здесь все без изменений. Странно, что американец пока не торопится с ростом, но, может быть, копит силы, может быть, еще недостаточно убедил тех трейдеров, которые могут своими объемами привести в движение эту пару. Я надеюсь, что ситуация изменится в ближайшее время. И, как и раньше, ожидают тестирование сопротивления 115 иен и закрепление пары выше. Из других пар фунт против доллара. Вчера мы коснулись с вами идеи, что помимо того фундаментального обзора и анализа, который мы проводили, можно еще поглядывать на динамику пары евро-фунт. Я отметил то, что эта пара, скорее всего, будет снижаться, потому что в данном случае политические риски из ЕС гораздо круче и более болезненно сейчас воспринимаются трейдерами, нежели уже отчасти решенный вопрос с Брэйзитом. Ну, по крайней мере, это уже свершившийся факт и реальность. И евро-фунт будет испытывать давление. Я думаю, что мы можем смело поставить в качестве ориентира 0,82 следующие цели. А снижение евро будет оказывать поддержку фунту. Вот вчера, кстати, мы как раз и увидели неплохое ослабление этой валютной пары. И видели, как фунт превосходит эти косочные медвежьи ожидания. Я надеюсь, что британец, как начал брифинг, все-таки использует этот период затейшей перед инициированием 50-й статьи Лиссабонского договора для того, чтобы закрепиться выше текущих уровней. Поэтому, как и раньше, ставим на уровень 1,27. Доллар канадец. Сегодня очень интересный день для канадской валюты, потому что в 16.30 выйдет отчет по инфляции в Канаде. Я анализирую, опять же, те ожидания, которые на рынке присутствуют. Можете даже сами посмотреть по календарю. В месячном выражении индекс может просесть. Если это случится, уверен, что канадцу не удастся избежать прессинга со стороны медведей. И если это произойдет, то пара USDCAD с текущих значений 1,3094 окажется, конечно же, гораздо выше. Я думаю, что для того, чтобы уж точно поверить в то, что пара всерьез доберется до отметки 1,35-1,36, нам нужно забраться сперва выше уровня 1,32. И надеюсь, что мы сможем коснуться этой планки чуть ли не на следующей неделе. Из других валютных пар. Австралиец против доллара. Здесь хочу обратить ваше внимание на сегодняшний комментарий руководителя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу, который отметил по-прежнему достаточно высокие показатели задовольности домохозяйства, что и ограничивает потребительскую активность. Лоу также сделал акцент на то, что достигнуть многие ориентиры национального характера по экономическому наставлению было бы легче, если бы австралийец был дешевле. И то, что видит он серьезные риски для китайской экономики, мы об этом также говорили, не забывайте то, что Австралия это один из партнеров основных, точнее Китай для Австралии. И если цены на сырье все-таки продолжат, точнее сейчас сменят восходящий тренд на снижение, то австралийец будет первым дисконтировать негативнейшим образом эту динамику. Текущее значение по австралийцу, сейчас мы находимся на отметке 0.77, секундочку 13, я рассматриваю в качестве очень хорошего шанса для того, чтобы выгодно продать австралийца. И напоминаю вам про цель Морган Стэнли, который ориентируется, что к концу 2017 года пара австралийцев против доллара сможет достигнуть отметки 0.68, 0.70. То есть, если брать ориентиры 0.68, это 900 пунктов. Думаю, что более чем лакомый кусок, за который стоит побороться. Рекомендую продавать, собственно, я сам продал австралийца, и если мы спустя какое-то время увидим пару повыше, я, пожалуй, наверное, даже увеличу позицию, потому что не вижу после особенно актуальных комментариев резервного банка Австралии возможности для дальнейшего роста. Из важных событий сегодняшнего дня, как отметил, в 16.00 ВВП России, в 16.30 инфляция в Канаде, и замыкать день будем отчетом Бекер Хьюз по нефтяным платформам 21.00. По релизам уже полностью прошлись, детально разобрали, все ожидания и прогнозы ясны. Осталось только напомнить вам, что вам сегодня доступен бонус на пополнение в честь праздника 23 февраля. Не забывайте о том, что прежде всего, как бы вы не хотели торговать, насколько бы вы не были уверены в рекомендации, в сделке, в новостном фоне, пожалуйста, контролируйте риск менеджмент. Это очень важное замечание и просто незыблемое правило, которому нужно придерживаться. Нужно всегда держать себя в узде и, соответственно, не допускать превышения выше критических нормативных показателей по плечу. На этом, собственно, все. Удачной вам торговой сессии, прибыльных сделок, хорошего завершения недели и замечательных выходных. Набирайтесь сил, в понедельник снова вернемся на рынки. Всего доброго, до свидания.